Здравствуйте! Не все знают, кто такой врач-неонатолог. На чем вы специализируетесь? Врач-неонатолог – это специалист, который занимается детьми первого месяца жизни. Врачи-неонатологи работают во всех родильных домах, в перинатальном центре и в областной детской больнице в отделении выхаживания новорожденных и недоношенных детей. Скажите, а с какими детскими заболеваниями чаще всего приходится сталкиваться? Ну, если как врачу-неонатологу, то приходится чаще всего сталкиваться с инфекциями внутриутробными, которые, к сожалению, ребенок получает от родителей, с врожденными пороками развития, с пневмониями, с гемолитической болезнью новорожденных, с поражениями центральной нервной системы. Ну, а поскольку врач-неонатолог – это одно направление, а остальное мое направление – вся педиатрия, то со всеми болезнями, которые бывают у детей. Вы участник множества медицинских конференций. Одна из них, которая прошла совсем недавно, была посвящена лечению профилактики детских пневмоний. Расскажите о новых подходах, которые появились в решении данной проблемы. Так сказать, чтобы какие-то особенно новые подходы нет, есть очень хорошо разработанные стандарты диагностики пневмонии, лечения пневмонии. И если их придерживаться, то, к счастью, это заболевание, которое поддается очень хорошо лечению. Но могут быть тяжелые, осложненные формы, поэтому какая-то группа детей лечится не в поликлинике, а в стационаре. На днях мы действительно провели очень интересную конференцию вместе с кафедрой лор-болезни. И вот в этом, наверное, есть что-то новое. Потому что дыхательные пути – это патология, верхние дыхательные пути – это патология, которую лечат в основном лор-врачи. Средняя и нижняя – это то, что лечат педиатры. И мы попытались объединиться. Это очень важно. Что касается недоношенных детей, много у нас таких малышей, и как вы им помогаете? Количество недоношенных детей во всем мире растет. В Америке их сейчас 10% от родившихся, в Европе 9%. Санкт-Петербург дает последнюю цифру тоже 9%. У нас в Рязанской области около 6% недоношенных детей. Но недоношенные дети – это разные дети. Это группа детей, которые родились преждевременно, при сроке беременности меньше 37 недель. Но среди них есть и очень маленькие дети, до 1,5 кг. И есть дети с экстремально низкой массой тела. Это те, которые второй год у нас выхаживаются. Дети, родившиеся с весом 500 грамм в килограмм. Ну и, конечно, проблемы колоссальные с этими детьми. Понятно, что они еще не готовы к внеутробной жизни. В основном такие дети рождаются в перинатальном центре. Это колоссальный звик Рязанской области. Строительство и ввод в работу перинатального центра. Потому что вот эти 500-граммовые, килограммовые дети, они требуют экстренных мероприятий. В перинатальном центре отделения реанимации недоношенных детей. И там они выхаживаются. Почему их стало больше? Ну, во-первых, потому что, наверное, гинекологи, акушеры стараются пролонгировать беременность и помогают женщине родить такого ребенка. Ну, все новые методы репродуктивные тоже имеют значение. Ну, а вообще стало больше детей, больше стало многоплодных беременностей. Двойне, тройне. Не совсем ясно, по какой причине. И вот этих детей становится все больше и больше. Что касается скрининговых обследований детей, сейчас говорят о том, что спектр расширяется, чем сейчас врачи владеют. И чего нам ждать в будущем? Ну, во-первых, это касается и недоношенных детей. И в любом случае беременная женщина должна вовремя стать на учет по своей беременности. Это где-то 6-8 недель. И вот, начиная с этого срока беременности, уже проводится обследование не только женщины, а на состояние здоровья плода. Делаются ультразвуковые исследования для того, чтобы выявить, есть порог развития или нет. И если есть порог развития, то можно до 22 недель прервать беременность. Есть ли какое-то генетическое заболевание. То есть, в общем-то, настолько широкий спектр сейчас обследования беременных, что к рождению ребенка уже очень много можно прогнозировать. Потом, после рождения, в родильном доме проводится скрининг на... Берется капля крови и проводится скрининг на 5 заболеваний. Ну, такие, например, как фенилкетонурия, адреногенитальный синдром, гипотириоз врожденный. Ну, то есть, это болезни, которые можно замедлить, предотвратить сразу после рождения ребенка. Ну, например, фенилкетонурия – это дети, которые не могут получать молоко никакое, ни грудное, ни материнское. Их сразу начинают кормить специальными смесями. И они уже живут, как обычные здоровые дети. Кроме того, в роддоме, во всех роддомах сейчас проводится аудиоскрининг, то есть, на предмет, какой слух у ребенка. Ну, и вообще, уже несколько лет проводится очень хорошая диспансеризация детей первого года жизни. Это и ультразвуковое обследование, и мозга, и всех органов, и анализы различные. То есть, выявляется, конечно, довольно много заболеваний, и часть из них можно курировать или предотвратить. Как вы считаете, плотный ли у нас календарь прививок? Национальный календарь прививок представлен от 11 до 14. Я говорю, почему, потому что уже часть добавлена вакцин. А за рубежом 21 вакцинация, 24 вакцинации. То есть, у нас он не такой плотный, как вы говорите. Но, вы знаете, я работаю уже около 40 лет, И вот, когда я начинала работать, полыхала корь, была дифтерия, было очень много коклюша. То есть, были такие тяжелые инфекции, смерть от которых я видела. Сейчас этих болезней нет. Нет практически дифтерии, если кто-то не завозит. Почти нет кори. Ну, вот сейчас повысила заболеваемость кори в связи с тем, что завезли. Завезли из Китая, из Европы завезли корь. Особенно на Дальнем Востоке много. Очень, ну, конечно, нет полиомилита. Это тоже просто вот колоссальное достижение. Это что-то сказочное в том, что вот эти болезни исчезли из нашей жизни. И это только благодаря прививкам. Ну, считается, что вот представители Всемирной организации здравоохранения всегда пишут о том, что человечество спасает сейчас две вещи. Это чистая вода и прививки. На самом деле так. График календарев прививок расширяется. В прошлом году введена вакцина против гемофильной палочки. Это как раз то, что вызывает пневмонию, отиты, менингиты. Вводится в этом году уже официально решен вопрос от пневмококковой инфекции вакцины. Это спасает тоже от пневмонии детей. Сейчас появились вакцины от ротовирусной инфекции. Они не вводятся в календарь прививок, но они зарегистрированы у нас в России. Можно вакцинировать детей. Есть вакцина от ветряной оспы. Вот у нас последние два года очень высокая заболеваемость ветряной оспы. Ну, в Москве, говорят, скупили все вакцины, которые только есть от ветряной оспы, для того, чтобы предотвратить это заболевание. Нас смотрят многие мамы и папы. Что бы вы хотели им посоветовать? Вы знаете, я работаю, вот я уже говорила, около 40 лет. И за это время, ну, такой колоссальный звик в материальной базе медицины, построено даже в Рязани. Три инфекционных больницы, два инфекционных отделения, одна большая наша больница детская, перинатальный центр, поликлиники. Сделаны ремонты. Оснащение потрясающее. Младенческая смертность упала действительно в три раза. Заболеваемость, ну, немножко снижается. Но не такими темпами. То есть это несоизмеримо с теми вкладами материальными, которые имеет наша медицина. Значит, есть еще какая-то причина. Вот вторая причина – это как раз медицинская грамотность родителей. Желание воспитывать здорового ребенка, желание вообще находиться вместе с ребенком. Вы знаете, я потрясена была, недавно обратилась мама с шестимесячным ребенком и спросила меня, куда, можно ли отдавать семи месяцев в развивающуюся группу. Я просто полчаса смеялась. То есть у мамы не хватает интеллекта, чтобы развивать шестимесячного ребенка. Я говорю ей, что нужно грудью кормить до года, а не отдавать в развивающуюся группу. Как-то родители сейчас нацелены на что-то развивающее действительно детей, но не своими руками. Совершенно не занимаются закаливанием, бесконечные поездки за рубеж, но не туда, куда надо, а в какие-то такие развлекательные центры с маленькими детьми. Причем в разные сезоны годы, когда ребенок не может перейти, двухлетний ребенок из холода в жару, и контакты с другими болезнями, конечно, вот очень много должны внести в развитие ребенка сами родители. Ну вот великие и древние говорили о том, что детям раннего возраста нужно только две вещи. Чтобы их правильно кормили и чтобы их очень любили. И вот это то, что мне хочется посоветовать родителям, любить, баловать любовью, а не деньгами, игрушками своих детей, и заниматься их воспитанием, закаливанием, ну и прислушаться к советам врачей. Спасибо, что к нам пришли. На этом наша программа подошла к концу. Берегите свое здоровье. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин